Поздравляем! Дума окончательно приняла закон, по которому собственность самых больших начальников России станет тайной. Если все приобретено честно, зачем скрывать, интересно? В лихие 90-е был принят закон, обязывающий высших должностных лиц декларировать доходы и прочее. Этим гордились открытость, честность, чистота, борьба с коррупцией и прочее. Теперь совершенно крутой поворот. Конечно, в законе не написано предоставить охраняемым лицам право скрывать от общества свои богатства, дворцы, яхты, самолеты и прочее. Законы пишутся специальным языком, понять который порой невозможно. Принятый закон приказывает обеспечить защиту персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей. Что это значит? Это значит, что больше подобные, как Алексей Навальных, никогда не смогут создавать никакие фильмы и никогда не рассказывать ни о каких сверхдоходах правителей России. Если вы думали, что объекты государственной охраны это Кремль, космодром, атомная станция, то теперь не воображайте, будто у этой недвижимости есть семья. Объекты государственной охраны это президент, премьер-министр, председатели Думы, Совета Федерации, председатели Конституционного Верховного Суда, генеральный прокурор, председатели Следственного комитета и, как ни грустно, все депутаты, все сенаторы и патриарх сия Руси. А еще, как мы предполагаем, министры, губернаторы, более-менее начальники, все они теперь под охраной. Теперь ко всем этим господам закладательно добавились члены их семей, то есть жены и дети, ни о ком. Из них нельзя ничего говорить. И, кстати, если закон приказывает обеспечить тайну, то как же будут наказываться нарушители? А вот как. Уголовный кодекс РФ, статья 283. Разглашение государственной тайны, ни больше, ни меньше. Наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Очень мило и даже очень гуманно. Остаются только детали, хочется понять, что будет за перепечатку старой статьи, где рассказывается, например, о депутатских виллах в Майами. Кажется, за старую статью наказывать нельзя, хотя закон не должен иметь обратной силы, а вдруг перепечатку сочтут преступной. То есть, другими словами, теперь могут докопаться до любого. Например, про старый домик уточки написано много. Но если его покрасят или надстроят ему второй этаж, можно ли будет об этом написать? Скорее всего, нет. Объекты государственной охраны и члены их семей дважды в год на Рождество и Пасху собираются в храме, где торжественную службу ведет объект государственной охраны Патриарх. Объекты эти богомольные, глубоко верующие, стоят со свечками. Так и хочется сказать, уважаемые товарищи объекты, вы же знаете, что от бога ничего скрыть невозможно. Он знает все про ваши дворцы, поместья, золотые батоны и невероятные часы. Скрывая богатство от людей, вы показываете, что людей боитесь, а бога не боитесь, к сожалению. Бедная дума, бедные депутаты. Пять лет назад был принят людоедский закон о запрете усыновления. Даже для больных сирот не сделали тогда исключения. Это был закон рекордной по жестокости. Ну а теперь закон, накрывающий собственность в высших чиновниках черным колпаком государственной тайны, можно назвать рекордом бесстыдства. Продолжение следует...